Послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, 17-18 стих. Вот если читаете Священное Писание, вы сразу ухватываете, что пришел к римлянам, так я читал. Рим, столица Римской империи. Хорошо понимается тогда, когда ты этим живешь. Чтобы Писание заговорило с нами. Какое местописание не открою, оно обязательно тебя должно коснуться. Это нити, которые оттуда идут сюда. А если уже просто пришел в храм, отстоял, ушел, не считаешь, оно даже не чужое, но и не близкое. Оно должно заговорить с нами до разделения души и духа в составах и мозгов. Слово Божие судит помышление и намерение сердечное. Вот это слово, оно судило римлян. Римская церковь буквально разваливалась. Дом, который разделится сам себе, он не устоит. Понятно? Ну, друг друга противовоит, а враг говорит, надо врага стрелять, а они друг друга стреляют. Дом-то он не устоит. А врагу туда заходи и бей. Когда в 71-м году войска Рима окружили Иерусалим, держали его в осаде, в городе сверепствовали банды вооруженных людей, друг против друга, воины, гарнизоны. И римляне захватили город. Почему? Они искали продукты. Если забегают в мертву, ничего нет. А если человек живой, так выглядит нормально, значит что-то у него есть. И вот пристреливают, ищут везде. Они уничтожали свой народ, и Бог их предал. Вот это состояние было в римской церкви. В Риме было много разных национальностей, но уверовал, что в первую очередь были евреи. А от них Слово Божие пронеслось уже и для греков. И вот в церкви у них был раздор насчет того, кто главный, чей должен быть преследить, от какой национальности. Ну, возьмите, вот Казахстан и Киргизия, они стараются своего председателя иметь. Тогда какой-то им блат, какая-то выгода. Всегда своего проталкивают. Мало того, в Киргизии они на кланы на разные, какой клан, другого могут пристрелить. И такое было, когда на Истинкуле убили председатели, кажется, Совета Министров. И апостол Павел говорит так. Если же некоторые из Литвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед Литвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Ну, кто занимается садоводством, тот знает, прививка есть. Но вы понимаете, что вы-то услышали от евреев. И мы-то от евреев взяли. Корень еврейский. Апостол Павел говорит, ну они отломились, ну можно назвать еврейский народ отломившимся. Им это неприятно, но Павел так сказал. Ну, кто-либо спросил, скажет, ну Павел развел вроде бы их. Но на чьей все-таки он был в стороне? Не на чьей. Он показал и те, они правы, и другие. Но все-таки, пересчитывая неоднократно, я вижу, что он был более снисходительным к евреям. Почему? Народ любит обиженного. А они были очень и очень обижены в этом мире. Обижены подозрением, что они убили Мессию, что они его не приняли. Но вот эти люди, которые были в церкви, они уверовали, они были уже христиане. И они говорили, через нас пришел Христос. Через нас Писание вам Бог дал. Они говорят, ну сколько вас тут? Ну тысяча. А ведь остальные, это все язычники. Поэтому сядьте, сидите на скамейке. Вы всех пророков поколотили. Кому голову разбили, кого убили. Ну встречи так, Господь говорил. И апостол Павел тогда говорит, корень-то еврейский. Ну кто держит? Корень или еврей? Ну место отронил, в голову привел. А все корень перерубил, все погибло. И апостол Павел с этой стороны говорит и нам. Мы находимся как в еврейской церкви. Все-таки корень еврея. Ну Божья Матерь, еврейка. Попроте Христос еврей. А мы уверены в Иисус Христос. Да у нас и число-то не было. У нас был Нектун, Перун там собирали. Дашь Бог. Во что верили? То вспомни, что ты не корень держишь. То есть они забыли. И он напоминает им. Вспомните. Вы от кого услышали? А мы от греков. Ну а греки-то от кого? Ну от евреев. Ну так и что-то-то. Мы должны быть весьма с того же северской нации. Даже с отступниками. Помнить, что они относятся к тому народу. Они имеют преимущество перед всем миром евреев. Не в том, что умеют хорошо грабить и обманывать. А в том, что им верено Слово Божие. Ну раньше считалось 2896 нации в мире. И Бог избирает одного. Подзывает его. Стой, стоит, представьте. Это длинная очередь. Две тысячи, три тысячи человек почти. И ты все, Авраам, Авраам, слушай, что эти, отбел в сторонку. Бог ему начинает говорить. Верил в Слово Ему. Запомнил Авраам? Храни. А другие, может сказать, можно, но осторожно. Чтобы никто не засмеялся на Слово Божие. Еврею верю на Слово Божие. Вообразите мне страшно, если бы в моей жизни не встретилась Библия и Евангелие. Жест какой. Ясно, что я бы уже отжил, я бы не жил. Это однозначно. Тем более, во время перестройки. Я бы обязательно что-то стал делать. А тут ничего не надо. Я доверился Богу. Я прошел, даже не заметил эту перестройку. Сколько в моей жизни было таких ситуаций, куда меня водоворотом затягивало. Остановился, сотворил молитву. Счастлив, благословен тот день, когда я услышал Слово Божие. И вы скажите, мы язычники, и мы привитые, привод. И сотни-то идут оттуда. И нам превозноситься не надо. А они отломились. А ты не по природе дикая машина привился, тем более ту отломенную легче привить. Вот ту ветку отломи, а теперь ее на этом дереве было. Насколько ее легче делать, чем откуда-то лезти с другого дерева. И они согласились, да, так. Ну, успокоились, успокоились. Теперь посмотрим, как это относится к нам. Деяние 2.239. Ибо нам, вам принадлежит обетование, и дем вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Привитие происходит через призвание. А вот будут они люди привитые или нет, не знаю. Вот сейчас, прости Господи, я тут суетился, бегал. Это приехали их 5 человек, бывшие потеряевские. Я их не знаю, они все моложе меня, а они меня все знают. Меня пригласили сегодня встретить, и я отказался. Все они в брюках, и мне настолько это неприятно, когда женщины мерзут. Думаю, верующие побеседовали с ними, что я еще дам. Уехали, я уехал, слава Богу. Они не уехали, подъехали к храму, стоят сейчас. Я их и не видел. Вышли, здороваются, хватаются. Пришлось бежать за платьем, переодевать, завести, показать в храме. Одну книгу купили, тут взял у сестры. Кое-что успели сказать. Дал адрес, куда обязательно придем на занятия. А другие, им ничего нет и не нужно. Может быть, они примьются, но Бог его знает. Но уже интерес есть. Я мог бы и не выходить, они постояли бы, да уехали. Ну ладно ли опять будет. Я и так не вышел. Это уже второй раз они стучатся. А может через них Господь стучится. И я все оставил и пошел. Поэтому, если кто внешне смотрит, да, я не прав был. Я написан со службы, не надо уходить. Ну а может быть, этот момент прибития. Она очень расположена. Они всех переодели, завели в храм. Они хотя бы посмотрели. Просчитали. Дальше стал немножко говорить. Тороцаться, выехать. Но слово это осталось. Она еще... Мы обязательно придем на занятия. Теперь молись. Я не знаю, кого как звать. Одно дело считать, другое на практике уже применить. Это дали, кого не призывает Господь. А может, и Господь как раз и призывает. Колоссиным, Павел пишет 2.13. И вас, которые были мертвого греха, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним. Простим нам все грехи. Да Христос-то воскрес тысячу лет назад вместе с ним. Как будто мы там... Видите, как он переносит? Вместе с ним. Христос сегодня ночью воскрес, а я обратился через две тысячи лет. У Бога нет дней. У Него все в одном. Он сегодня. У Бога ныне, у Бога нет вчера-завтра. Бог вне времени, вне временный. Он бесконечный, вечный. И мы вместе со Христом воскресли, подумаем. Люди справляют Пасху, бегут к пустому гробу. Куда идти, когда я тоже воскрес? Пусть они ко мне и бегут тогда. Я тоже воскрес. Вместе с ним. Научитесь вот этими фразами пользоваться, привлекая душу в благодарности Богу. Каписянам 2.11.13. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества. А он нас призвал. Мы язычники. Он опять пишет в Кефесской церкви. И он нас призвал. И мы ветки эти дикие привили. И от Кефесянам он говорит. Так как призвал? Щезду верования Христа во Христа. Принятие Его как своего Спасителя. А уж про нас говорить не надо, как мы далеко от Кефеса. До Сибири дошло. Кефесянам 3.6. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть привитие ведется через благовествование. Я когда готовлюсь к проповеди, бывает и сотен мест Писания, я должен только одно выбрать, не могу же я все считать. И всегда думаю, ну передо мной-то были люди, епископы, они же все это читали. Как можно это было не видеть? Народ надо было привить через благовествование. А какое благовествование, когда ничего не знают? Пришел в службу, отстоял и пошел. А там надо быть полностью помраченным. Помраченная Русь. Никакая, то что она не святая, она никакая. Посредством благовествования. Да эти все это опущили, как ныне свидетели Его, он называется, ходят. Да никаких мусульман-буддистов бы не было на земле. Когда каждая бабка идет, свидетельствует, каждый ребенок другому говорит о Христе. Ничего не знают? Вот они наши деревенские. Они ничего не знают, они здесь жили. Пять человек, и ни один ничего не знает. Просто чистое место. А почему не знают? Да видите, наши родители коммунисты были. А, вон что, мы туда боялись коммунистов. Отец нам говорил, эти люди все могут сделать. Самое-самое плохое. Как они распулачивали? Поэтому они деревенские, а я их не знаю. Мы боялись даже на их двор смотреть. Там живет коммунист. Там страшный дракон. У нас такое было понятие. И через это Бог нас привел к принятию Христа. Галатам 2.15. Мы по приводе иудеи. А они из язычников грешники. Видите, как апостол Павел говорит. А евреи, разве они не грешники? Да, грешники. Но если уже брать какой-то мерки, конечно, не такие грешники. Они знали кошерную пищу, чистое и нечистое. Язычники ничего этого не соблюдают. Они этого не понимают. Неправильный закон. Он не богооткровенный, а словами переложил Магомед. Мусульманам дал. И все равно смотришь на них, как они одеты, приятны. Женщины, как будто из нашего храма вышли. Я вот привез сейчас, показываю людям, как они их учат, стараются. Малые дети все знают. Я вот привел. У всех сейчас есть. Двухлетняя девочка-мусульманка. Ей вопросы, 30 вопросов задают. Две минуты всего смотреть. У нас ни один гроз не ответит на эти вопросы. Мы их по-своему должны знать. И она на все отвечает, двухлетняя. Кто утвердил Коран? Какое назначение? Она говорит, главное назначение – славить Аллаха. А самый большой грех какой? Она отвечает, многобожие. А мы что утверждаем? Единобожие. А какая утренняя молитва? Она читает. А какой рукой брать пищу и питье? Она говорит, правая. Она отвечает все. Два года она двигается, говорит, просто посмотреть надо будет вам всем. Я отсюда делаю вывод. Как мы перед Богом виновны, когда имея чистейшее христианское учение, детям это не преподают как должно. Учите их, что они легко запоминают разные даты. Но у нас даже ребенка нет двухлетнего такого. Вот начинаешь говорить, она уже уснула, все. Эти вот. А мертвым сном она уже спит. Разбуди. Она упадет, гротнется. Это наши дети. Мне даже нужно никакой нет. Стать всем, кого сон клонит. Ничего они не знали и знать не будут. А как она отвечает? Мусульманка отвечает. Какая женщина семь ремлян убила? Такая-то. То есть из нее уже двухлетний террористку готовят. А у нас и какого-то кожа, она уже отнакинулась, упала. Мы что, это не видим, что ли? Да нам-то мусульман еще блестит тысячи триста лет. А до христиан не к нам не найти, если так же им относиться. Утроба ленивы. Исайя 27.11. Когда ветви его засохнут, их обломают. Это она отговорит. Это сухие веки растут. Она не насторожена. Слово Божьего говоря, она сразу упала. Ее к храму не готовят. Ее бы положили, как у нас в лагере, мы к храму готовим. В субботу никогда днем не спят, только в субботу. И то они спят. А в вашем доме? Да вот ты с утра бы ее десять раз перепроверил. Смотри, не засни в храме. Смотри, в горе кто заснет. Придет жених. И они не войдут. Будет ей встречать, скажет, не знаю вас. Пришла в пас в храм. Я вспоминаю, ко мне приехал один проповедник. Батистский. Ну и вышел на кафедру, смотрит на пол храма. Деревый бабушка. Братья и сестры, громко не говорите. Наши дорогие сестры, они устали. Они отдыхают, пришли сюда. Видите, как они сладко здесь заснули. Голос такой убаюкивающий. А потом как голос повысил, да как крикнуть. Что? Нажрали жирного. Спать пришли сюда. Как все сразу взрослые. Надо готовиться. И при том очень сильно готовиться. Потому что мы дикие ветки. Мы привились очень большим трудом. И только благодаря тому, что место освободилось. Бог отрезал другие ветки. И нас отрежет. Нам еще легче отпасть, чем евреев. Когда дети засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Так как... Почему? Так как это народ безрассудный. То не сжалится над ним творец его. И не помилует его создатель его. Вот ответ. А засохшие что? Соки не текут. Он спит. Там соков нет. Вы видите, засохшие ветки чем отличаются? А куристики нет. Плодов никаких нет. А сразу вопрос. Они яли. И секира лежит у корней берем, Господь говорит. И недрогного сердца. Ты все время говори. Когда Господь сказал ученикам, один из вас предаст. Как они заволновались. Они яли. Не просто сказал, один из вас опоздает в храм. А то предатель. И скажет, что в себе увидал Иуда. Не яли. Не яли. А здесь говорю корректно. Засохшие ветки. А нас спит даже нужды никакой нет. Это не настороженное состояние семьи. Это индикатор. Дети это индикатор их воспитания в семье. Привейте детям страх Божий. Детям в храм глаз не сомкни. Я сколько раз говорю. Не садитесь. Солодень играет не сядет. Как в храм приходит, так падает. Мы православные. Надо уметь стоять. Матфея 21.43. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие, и это дано будет народу, приносящему плоды его». Бог пообещал. Конечно, это хевреям сказано было. Но это относится и к нам. Мы должны приносить плоды. Какое? Бодрствование. Я слагаю слова в сердце. А Мария слагала слова, которые слышала в сердце, то есть Дева Мария. Вот кому надо подражать, девочки. Присно Деви Марии. Матфея 8.11.12. «Говорю же вам, что многие придут с Востока и с Запада и возлядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небе. А сыны царства извержены будет во тьму внешнюю, и там будет плащ и скрежет зубов». Этого просить Христу они никак не могли. Они считали, что все они избранны. А представьте, мысленно вообразим, что Господь скажет, и православные будут извержены во тьму внешнюю, а сектанты, которые обратятся, войдут в церковь перед смертью, и я их веду туда. Вот говорят, она будет где. Почему? Они любили Слово Божие. Если бы эти люди, которые приехали, любили Слово Божие, у нас в Бородове было не такое. Они только спрашивают, а в какой книге про деревню про нашу написано? Им пока не царство небесное. Пока деревни хватает. Про деревню не написано. А царство небесное, оно далекое, непонятное, да и есть ли оно, вообще я его там не видел. А мы только все время должны спрашивать, а там будет говорить про Христа? Куда я иду? А там о Христе есть, книга, которую дают тебе, фильм, который, а там есть для души, чтобы до царства небесного довести. Вопрос такой задавайте. Салон 51.10. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповая на милость Божию во веки веков. Давид сам определил свое состояние, видя вокруг отступление от Бога. Он смотрел на свою жизнь и видел, что она не похожа. Она благословенная. Я вот думаю, он дружил с Иоаннафаном. Иоаннафан любил, когда он пел. Какие же псалмы он пел, ничего не сказано. Почему так сердце Иоаннафана прилепилось к нему? И любовь была, говорит, больше любви женской. Вот когда считаешь, а он говорит, я как зеленеющая маслина в доме Божием. Я, кем я являюсь в доме Божием, кем я являюсь в деревне, в районе, в государстве, являюсь ли зеленеющей маслиной в стране российской. Эти вопросы ставить надо сегодня. Перед самым отправлением в нынче лагерь, так случилось, как не один год, мне пришлось быть с книгами Союза писателей. И бывший его председатель, он называется первый секретарь, мне хорошо знакомый, и мы все беседовали и беседовали. Звать его Владимир. Он работал в органах милиции когда-то, теперь получает разные награды, писатель такой стал. И мы сидим рядом, и я ему говорю, мне осталось быть в командировке чуть побольше года. Лет человеческих 70 лет, а мне уже 69. Как так? Я говорю, так 70 лет, Давыд сказал, да ко мне осенью 70. Это что, уже все? Все, дорогой, приготовься, покайся, примирись с Богом. Он внимательно слушал. Я оставил книгу, чтобы другие писатели посчитали, то-другой. Вчера сообщает, позавчера попал в аварию. Поехал на Чернисское кладбище, и не видели, там пояс идет. И вагоном взял и, видимо, тащил, арендовал, и только книжки у него разлетелись. По книжкам он подъявил, кто там в машине. Только. Его нету. И ни один год так долго с ним не беседовал, так близко не было. Три звания, не говорили, он выдержал большую операцию на сердце. Ну, и очень известный. Его даже рассказы вошли, где-то в учебник вошел, в какой-то детский. Он там про Милюши там писал. И все, и как будто никогда не было. Я все перебираю сейчас у меня. А что я не успел ему сказать? Нет, вроде бы все. Все. Даже стихи ему тут из книги почитал. Он говорит, а у меня таланта нет стихи писать. Я не могу. Прочитал. Я говорю, а у вас все про Бога. Так это поудивлялся. Принял он, не принял, я не знаю. Открытое лицо. Желанием он принял. А если он не принял? И может быть я плохо старался. Я второй день хожу. И странно, его нет там. Как же нет его? Такой человек известный. О нем столько печатали. Говорили, в чем застану, в том и сужу. Сухая ветка, значит сухая пойдет. Зеленеющая, значит зеленеющая. Не все время мы вот так вот будем стоять здесь. Эти люди приехали, 40 лет здесь не были. И далее уехали. А другие приедут, чтобы нас грабить, сжигать. Бог может допустить такое. Ведь мы совершенно безоружные. Совершенно все спят ночью всех, кого победили. Никто не увидит и не узнает. Да под какой же дивной мы защитой Божией. Господи, а для чего ты все это нам дал? Чтобы благославили. Мы привились к этой масле и всегда говорили, смотришь на какую ветку. Вот опропой. Подойди и скажи, вот эту ветку если отрезать, а другую дикую. Обычно к дикой, ну какую? Благороды, которые много плода приносят. У нас тут дички от них прививают. А мы наоборот. Дикие прививки, хорошие-то, так не прививки, так не делают. Кто же мы такие? Да неужели мы не оправдаем надежды садовника? И он приходит год за годом, три года и плода нету, сруби эту смоковницу. Это все говорится о нас. И я думаю, в римской церкви, когда получили это все, и просчитали, и как евреи теперь посмотрели, как бы получив мимую поклону от апостола Павла, как язычники пресмирения, вот как. А мы все это отбросили, возвышаемся, а на самом деле мы все-таки вторичные. Первые это евреи. И может быть вышли к какому Аврааму, которому досаждал, вышел и сказал Авраам, прости меня. Я совершенно про это забыл, что мы дикая маслина там прививись. Речь идет об евреях, которые уверовали, которые были в церкви. Да дарует нам Господь силу, чтобы соки, их от корня, которые идут, то есть от еврейского народа, из Ветхого Завета, из Нового Завета, полностью пропитали нас, чтобы мы принесли те плоды, которые ждет от нас наш Спаситель. Аминь. Продолжение следует...